Уважаемые товарищи, решите представиться. Горьковский Владлен Анатольевич, выпускник Горьковского Суворовского военного училища, который в Суворовском училище проучился 9 лет, с 1944 по 1953 год, и имя Суворова я несу в сердце с того самого момента, когда мальчиком, когда мне было 9 лет в 1944 году, пересек Горьковское Суворовское училище и начал там учиться. Я на всю жизнь запомнил барельеф, который стоял у входа в столовую, метров примерно 3 в высоту, метров 6 в длину. Мы проходили мимо этого барельефа, а поэтому на этом барельефе были изображены Суворов и его солдаты, которые карабкались в Альпах, преодолевая перевал Паникс и готовые к последнему штурму Альпы. Вы знаете, когда я выпускался, уже этот барельеф, его, наверное, раза 3-4-5 запеливали белой краской, и тем не менее, суворовцы, постоянно проходя мимо него, они рукой дотрагивались до Суворова, до солдат. Это был какой-то, понимаете, символ, это было прикосновение к жизни Александра Васильевича Суворова. Я закончил службу полковником. Последние 15 лет я посвятил изучению истории кадетских корпусов Российской империи. И вот здесь я хочу сказать, что с первого шага кадеты в кадетских корпусах изучали наследие Суворова. Я должен сказать, что, во-первых, во главе кадетских корпусов стояли те люди, которые прошли с Суворовым через Альпы. Суворовым прошел через Альпы сын великого князя, сын Павла I, Константин, которому было 18 или 19 лет, он прошел все тяготы, все невзгоды вместе с Александром Васильевичем Суворовым. И известен факт, этот факт, наверное, не отрицается, да, когда Александр Васильевич Суворов пал в ниц перед Константином Павловичем, и сказал, говорит, батюшка, я не знаю, что дальше делать, когда они попали в ловушку. И Константин Павлович поднял его и сказал, я полностью доверяю вам, и надо идти вперед. И это как бы благословение было, императорское благословение, Александр Васильевич вывел войска, а Константин Павлович в дальнейшем возглавил руководство кадетскими корпусами. И когда он руководил кадетскими корпусами, он требовал от директоров кадетских корпусов воспитывать кадет так, как их воспитывал Александр Васильевич Суворов. Где-то с середины примерно XIX века в кадетских корпусах появились картины Шарлемана, картины Коцебу, на которых были изображены подвиги Александра Васильевича Суворова. И эта традиция сохранилась не только в кадетских корпусах в России, но и также в кадетских корпусах за рубежом, в кадетских корпусах в Сербии, в эмиграции, да, в эмиграции, в первом русском кадетском корпусе, в крымском кадетском корпусе. Там свято берегли имя Александра Васильевича Суворова, и генерал Адамович, который возглавлял первый русский кадетский корпус, он всегда призывал учиться у Александра Васильевича Суворова. И в его памятке 67 заветов Адамовича там очень четко и очень ярко прослеживаются те постулаты, которые предлагал Александр Васильевич Суворов. Я не хочу вас утомлять рассказывать про Александра Васильевича Суворова, про его наследие можно бесконечно. Но я вам хочу сказать, что суворовцы, которые поступили в Суворовское училище в 1944 году, с честью прошли по жизни. Среди нас много генералов, министр иностранных дел Иванов, многие командующие военными округами, и много-много других ученых, деятелей культуры, ну, например, солист театра опереты Герард Васильев 10 лет проучился в Суворовском училище. И все эти люди на протяжении всей своей жизни несли в сердцах имя Александра Васильевича Суворова. Они очень благодарны тому, что когда-то встав на стезю суворовца, они постигли то, что Александр Васильевич Суворов высказывал, то, чему он учил своих солдат. И я лично, я благодарен тому, что я окончил Суворовское училище, что я жив, здоров и что сегодня могу работать, трудиться, сегодня я пишу историю Горьковского Суворовского военного училища. К нему, к этому обязывает меня моя жизнь, моя суворовская судьба. Спасибо вам.